Народная славянская радио Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Москве можно посетить выставку музея Михаила Булгакова «Новейшие поступления». В 2016 году исполнилось 125 лет со дня рождения Михаила Булгакова. По этому случаю коллекция музея пополнилась десятками предметов, имеющих отношение к жизни и творческой деятельности писателя. Настоящая выставка знакомит с новыми поступлениями. Коллекция музея не переставала пополняться ценными мемориальными предметами, многие из которых хранят память о первых годах жизни писателя в Москве. Так на выставке можно увидеть авторскую корректуру последних глав романа «Белая гвардия», над которым, как известно, мастер трудился именно в доме на Большой Садовой улице. Некоторые экспонаты связаны с Большой Пироговской улицей, где располагалась другая квартира Булгакова. Кстати, с недавних пор она является частью музея. Дополняет экспозицию видеоинтервью с супругой писателя Любовью Белозерской, снятая для телефильма 1978 года, и плакат «Некогда висевший в прихожей последней квартиры писателя в Нащокинском переулке». Выставка работает до 16 апреля. Вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье с 12.00 до 19.00. Четверг с 14.00 до 21.00. Адрес музея Булгакова – Большая Садовая, дом 10. Ближайшее метро – Маяковская, Пушкинская, Тверская, Чеховская. Широкая ярмарка развернется в центре Санкт-Петербурга. 15 и 16 апреля в Санкт-Петербурге будет проходить большая ярмарка, на которой сотни мастеров представят свои уникальные товары. Гости смогут приобрести ювелирные украшения, авторскую керамику ручной работы и оригинальные сувениры. Мастера Петербургской ярмарки привезут свои лучшие товары, среди которых угощения из натуральных ингредиентов. Например, будут представлены необычные сорта меда и варенья, пастила и другие полезные сладости. Также в рамках ярмарки будут проходить мастер-классы, на которых гости смогут научиться изготавливать мягкие игрушки, бижутерию и украшения для дома своими руками. Вход свободный. 15 и 16 апреля с 12.00 до 20.00. Место встречи Казанская, дом 7, метро Невский проспект. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. Продолжим артефактами земель славянских. По сообщению Пресс-службы Новосибирского госуниверситета, сибирские палеосейсмологи обнаружили в Горном Алтае следы трех произошедших в древности землетрясений, по силе не уступающих современному Чуйскому, которое произошло в 2003 году и привело к значительным разрушениям. Один из авторов исследования Евгений Деев рассказал, что был обнаружен разломный уступ в юго-восточном Алтае, в зоне сочленения Курайского хребта и северо-западной части Чуйской впадины. Внешне он выглядит как протяженное поднятие более 6 километров в длину и высотой до 8 метров. Большая высота уступа говорит о том, что он, вероятнее всего, мог сформироваться в результате нескольких сейсмических подвижек. По данным радиоуглеродного анализа, землетрясение произошло 3400-3100 лет назад. На одном из участков разломного уступа палеосейсмологи обнаружили ранее неизвестный археологический памятник, группу из 17 древних курганов. Интересно, что часть из них носила явные следы разрушений, полученных во время какого-то землетрясения. Археологи предположили, что курганы формировались во второй половине первого тысячелетия до нашей эры, первом тысячелетии нашей эры. Так как они были сооружены до второго землетрясения, ученые сделали выводы, что оно произошло менее двух тысячелетий назад. Изучая разлом под курганами, палеосейсмологи нашли следы третьего землетрясения. Как сообщил Деев, таким образом, за два полевых сезона мы обнаружили следы трех землетрясений. У двух последних, наиболее молодых событий, мы смогли оценить магнитуду и интенсивность, которая составляла 9-10 баллов, а возможно и выше. В пресс-службе напомнили, что еще пару десятилетий назад Горный Алтай считался регионом с весьма умеренным уровнем сейсмической активности. Ситуация коренным образом изменилась, когда 27 сентября 2003 года на южной окраине Чуйской впадины произошло мощное землетрясение с интенсивностью 9-10 баллов. Проведенное исследование позволяет говорить об устойчивой повторяемости сильных землетрясений в этом районе. В Национальном музее Республики Карелия предстоит новый взгляд на Залавругу. 6 апреля состоится открытие выставки «Золотая Залавруга. Красноречивые копии петроглифов» Светланы Георгиевской. Сделать послания из неолита более доступными для восприятия современным человеком позволяют великолепные копии петроглифов Беломорья, выполненные автором выставки Светланы Георгиевской. Копии изготовлены по технологии, впервые примененные при работе с изобразительными памятниками каменного века Карелии на черной китайской рисовой бумаге по сибирской методике. Светлана Георгиевская – художник-символист, член общественной организации петроглифы Карелии. С 1999 года занимается копированием древних наскальных изображений различными контактными способами. Первая на северо-западе России начала применять миколентную бумагу для копирования петроглифов по сибирской технологии. А к 2016 году успешно разрабатывает собственный вариант методики оттисков на черную китайскую рисовую бумагу. Автор персональных и коллективных художественных выставок в Москве, Петрозаводске, Волобде и Хельсинки. Посетители музея могут познакомиться с результатами нового способа копирования древних изображений на рисовую бумагу, сравнить наглядно возможности различных копийных материалов и, главное, вместе со Светланой Георгиевской разглядеть новые удивительные детали на, казалось бы, общеизвестных хрестоматийных изображениях. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Москве с 10 по 12 апреля состоится встреча с наставником по казачьему спасу Деминым Сергеем Викторовичем. Душевная беседа о спасе «Казачий спас русского народа. Сказ». В беседе будут рассмотрены темы «Казачий спас как миропонимание наших предков», «Спас как воинская наука», «Современный человек и спас», «Вопросы и ответы», «Место проведения» Музей Константина Васильева, город Москва, улица Череповецкая, 3Б, проезд, станция метро Алтуфьева, далее автобусами до остановки Угличская улица. Более точную дату и время проведения уточняйте у работников музея. Приглашаются все желающие. 26 апреля в Москве и 27 апреля в подмосковном городе Железнодорожный состоится зажигательный концерт казачьих ансамблей Ставрополья. На концерт приглашаются все, кому близка родная славянская культура и традиции предков. В Москву приезжают мастера терского пряса от вершин гор самого Северного Кавказа, от сияния Эльбруса, Аллатырь, горы. Вас ожидает захватывающее действие, полное древней мудрости, переданной в танцы и песни, на которые действительно стоит посмотреть. Подробности читайте на сайте мероприятия. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 11 апреля, вторник. В чем отличается Германия от России? Сравнительный анализ. Автор-сказитель Вячеслав Сейвальд. 12 апреля, среда. Вода, основа жизни, здоровья и свободной энергии Земли. Автор-сказитель Виктор Максименков. 13 апреля, четверг. Человек и машина. Друзья или враги. Авторы-писатели Александр Токунов и Николай Захаров. Начало эфира в 20 часов. Время московское. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. Программа «Стол заказов» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени. Чтобы нас могли услышать во всем славянском мире, присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям 20 часов по московскому времени. Напоминаем, если Вы считаете, что в Вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше! Быть добру! Народное славянское радио Все нужно, все важно.